Джо Байден рассекретил данные разведки. Такой приказ он отдал накануне полномасштабного российского вторжения. Это связано с тем, что американские чиновники и союзники не верили, что Россия нападет на Украину, сообщил директор национальной разведки США. Подробнее об этом спросим у нашего корреспондента в Вашингтоне Юрия Гулу. Он с нами на прямой связи. Юра, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, об этом факте и что это значит, и будут ли США в дальнейшем публиковать разведданные о российских войсках. Да, Катя, Олег, добрый вечер вам. Действительно, помните, как в январе практически каждую неделю появлялись новости, что вот-вот Россия уже нападет, даты все переносились, и мы воспринимали действительно эти новости уже где-то скептически. А это были выборочно рассекреченные разведданные, о чем рассказала накануне директор национальной разведки США Эврил Хейнс ее зовут. Такой вот подход, по ее словам, был направлен на борьбу с российской пропагандой для того, чтобы партнеры и союзники США могли видеть эту настоящую картину того, что происходит. Многие не верили, что Россия все же нападет, и сейчас даже американская разведка сообщает, что Путин готовится к новому затяжному конфликту, и не только на Донбасс. Не только Донбасс, собственно, его есть главная цель. Давайте послушаем директора национальной разведки США. У нас есть ее интервью и есть прогноз на ближайшие месяцы. Следующий месяц или два боевых действий будут иметь важное значение, поскольку россияне попытаются активизировать свои усилия. И даже если они добьются успеха, мы не уверены, что борьба на Донбассе положит конец войне. Мы считаем, что президент Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса. Чтобы эти цели Путина, собственно, сломать и не допустить захвата новых территорий, США собирает на следующей неделе встречу в Брюсселе, и глава Пентагона Ллойд Остин уже вылетел туда. Сначала он посетит вот несколько стран Азии, у него будет небольшое турне, а уже 15 июня Остин встретится с министрами обороны и начальниками штабов вооруженных сил со всего мира, собственно. И в Пентагоне сообщают, что это будет третья уже по счету встреча контактной группы, которая получила название «Рамштайн», и именно в этом немецком городе были две предыдущие встречи. И на эту следующую третью уже получил приглашение и наш министр обороны Алексей Резников, он будет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Наверняка там будут обсуждать и новую военную помощь, и логистику, и, собственно, дальнейшие шаги, как остановить эту войну. Ждем 15 июня и новую встречу в Рамштайна. Редактор субтитров А.Семкин